всем привет сегодня будем обсуждать топ 5 блогеров которые могут вас замотивировать переехать деревню и на основе которых вы сможете понять стоит ли вам переезжать деревню и так начнем с первого блогера которые вам не показала моя сестра это простая жизнь переезд деревню на самом деле у них было получало очень мало подписчиков но тем не менее также на них подписался не смотрю канал периодически до сих пор на самом очень много интересного полезного контента о котором мужчина рассказывает о том как вот этот самый мужчина переехал из москвы с зарплаты было около 70 тысяч рублей и жена у него где-то примерно также получила переехали они в деревню для того чтобы жить в своем доме радоваться жизни не тратить время на дорогу это был честный выбор на который они пошли и приехали они без какого-то удаленного заработка жена устроилась учителем в школу он подрабатывал где-то шабашками по итогу он научился делать отличную мебель столярные работы исполнять кладет печки и этим в принципе не зарабатываю но также у них есть небольшой сейчас интернет-магазин в котором не продают часть своих товаров каких-то денег принципе наверное возможно не хватает для того чтобы быстро очень развиваться но тем не менее их канал очень простой и душевный видно что не делают его без пахоса поэтому советую второй канал который я нашел это розин тв опять же в то время было не так уж и много видео об этом 2015 год люди только начинали заниматься деревенским блогингом наверное сейчас уже он имеет такую большую популярность и очень большое развитие в общем данный канал посвящен основном был тому что мужчина переехал опять же в деревню в частный дом занимался разведением птицы скота какого-то там рассказывал как можно под заработать его нашел в принципе по запросу на чем можно заработать деревню он мне там рассказал несколько вариантов которые в принципе записался в блокнот и думал применить в будущем но абсолютно все говорят об одном и том же об этом я расскажу уже на следующем блогере советую также посмотреть очень много различных тематик как они обустраивают свой дом с чего начинали и на чем можно в принципе жить и не тужить главное не бояться в общем-то и делать это одна суть у всех видеороликов так еще один канал это колхоз шоу соответственно здесь мужчина тоже переехал опять же в деревню начал заниматься каким-то разведением животных скота еще что-то делать но у него по итогу на самом деле все очень плохо шло этот канал хорош тем чтобы понять что не все очень-то гладко как хотелось бы умеет часто бывают такие ситуации с которыми сложно справиться но если вы с ним не справитесь но вы уедете домой увидите домой останетесь по сути ни с чем с тем же чем мы приехали в город работать а здесь вы можете посмотреть как мужчина преодолел эти трудности и соответственно сейчас у него есть канал у него есть дом у него есть семья и все в принципе у него хорошо тоже зарабатывает зарабатывают они тоже на деревенской продукции но тем не менее выезжает хотя поначалу все абсолютно говорят что на деревенской продукции не заработать но по итогу все переходят на заработок на деревенской продукции поэтому нужно иметь это ввиду следующий канал это ферма сливочное лето данный канал посвящен как было сказано ферме мужчина программист жена у него там по моему дизайнер фотограф что-то в этом духе в общем творческая личность переехали они тоже достаточно давно в деревню в 2017 году получается живут в чистом поле очень много у них различных полезных видео о том как они рассказывают что и как делали естественно они приехали не с нуля с нуля переехать фактически никто не может потому что всем нужны какие-то деньги чтобы купить как минимум дом какое-то обустройство какую-то скотину первоначальную и в общем стартовый капитал так как для того чтобы начать жить поэтому они переезжают тоже не с нуля но эти люди они переехали уже муж имел работу программистом жена соответственно китам тоже заказики дело и тем самым они смогли там жить и зарабатывать об этом они в принципе рассказывают это время для тех кого есть удаленная работа можно посмотреть и если боялись перестать бояться и переехать в частный дом но тем не менее также зарабатывать сейчас на сельской продукции так ну и последний у нас канал это канал семья в деревню здесь они в принципе рассказывают о том как они живут как переехали переезжали они тоже неоднократно здесь простой канал тоже для простых людей о простом рассказывают ведут ежедневный блок фактически сейчас все на самом деле канал превратились санту барбару которые снимают ролики фактически об одном и том же но у вас особо ничего не появляется потому что люди достигли какого-то определенного достатка и на этом живут очень такой достаточно интересный целом канал рассказывают о том что нашли там работу зарабатывают работая на работе они в деревне работают имеет какие-то деньги приток капитала зарабатывает на своем подсобном хозяйстве ну и живут в принципе им хватает то есть еще есть различные маленькие подработки тут 500 рублей там 500 рублей на этом жить можно это нужно посмотреть для того чтобы замотивироваться и понять что переехать возможно и жить можно ну и последний канал бонусом это у нас будет канал так последний канал о котором я хотел бы рассказать которыми сейчас 422 тысячи подписчиков возможно вы увидели но когда это же стартовали у меня было мало подписчиков я начал посмотреть очень классно рассказывает женщина о том как можно заработать на своем подсобном хозяйстве иметь очень хороший достаток и при этом но особо не нуждаться в деньгах при этом еще дополнительно она имеет с этого подсобного хозяйства нехилый заработок судя по всему того что она показывает и прислать различные подделки на обзоры но я вас не призываю стать блогерами сейчас я говорю о том что можно посмотреть и понять как можно использовать сельскую продукцию на в подробностях рассказывать прям в мельчайших деталях что можно сделать и кому можно продать и поверьте мне за эти деньги покупают тут 5 деревенских блогеров сам я их тоже смотрел когда хотел переезжать деревню если у вас есть какие-то вопросы задавайте их комментариях если вы хотите увидеть какой-нибудь другой топ-5 блогеров деревенских пишите также в комментарии обязательно прочитаю и сделаю похожее видео кому понравилось видео ставьте лайк не понравилось ставьте дизлайк всем пока